Сегодня едем из Хайфы в окрестности города Кармиель для пешего похода отсюда по Галилее. Поход начинается недалеко от поселения Камон. Двигаясь на юг, пройдем мимо деревни Салама, далее через город Дейр-Хана и закончим поход у поселения Харарит. Расстояние по прямой между началом и концом похода 7 километров, а общая длина маршрута около 10 километров. До начала похода заехали на автозаправку к востоку от Кармиеля. Снимки в этом месте. Панорама арабских поселений, расположенных в северо-осточной Кармиеля. Всюду оливковые плантации, как на север, так и на юг от места, где мы остановились. Клумба перед автозаправкой. Приехали в исходную точку нашего похода. Вначале пойдем по ущелью вдоль ручья Цалмон. Это ущелье имеет статус национального парка. Впереди пещера. Ниши в этой пещере. Возможно, места погребения. Мы начали поход недалеко от поселения Камон. От слова «комона». Это поселение кооперативного типа было основано несколькими еврейскими семьями в 1980 году. В таких поселениях нельзя купить квартиру или дом, а можно только получить в аренду. Это позволяет не допускать появления здесь жителей, нежелательных для кооператива. Старая олива растет на скалистом склоне. Спустились непосредственно к ручью Цалмон. Старые постройки используются местными жителями и сегодня. Сжигание отрезанных или отломавшихся веток оливковых деревьев. Снова остатки старинной постройки. Выходим из ущелья Цалмон. На выходе такой же текст о национальном парке, как и в начале нашего движения по ущелью. И снова оливковые плантации. Проходим деревню Салама. Домашние животные. Простейшая технология сбора оливок. Под деревом расстилается полотнище, на которое падают оливки, когда по веткам бьют палками. Старое оливковое дерево и молодое. Поднимаемся к арабскому городу Дейрхана. По мере приближения к Дейрхана увеличивается количество бытового и строительного мусора по обочинам дороги. Входим в Дейрхана. Население около 10 тысяч человек. 80% из них мусульмане, остальные христиане. А со II по IV век здесь была еврейская деревня. Есть предположение, что тут останавливались крестоносцы. Но никаких подтверждений этому до сих пор не найдено. В XVIII веке в этом месте обосновались мусульмане. Во время войны за независимость деревня была занята израильскими войсками. И до 1966 года здесь сохранялось военное положение. Сейчас Дейрхана – процветающий арабский город в Израиле. Мечеть и католическая церковь в старом городе. Красный флаг. На стене выложено стилизованное изображение мусульманской святыни на храмовой горе в Иерусалиме. Новая мечеть. Посты Дейрхана поднялись на горку, с которой открывается прекрасная панорама окрестностей и прежде всего общевид Дейрхана. Виден друсский городок Макхар с населением около 20 тысяч человек. На его месте было поселение еще в период Римской империи. Видно даже озеро Кенерет, до западного берега которого отсюда около 20 километров. Напомню, что водное зеркало Кенерета находится на 213 метров ниже уровня океана. Ближе к нам видим водохранилище Салмон. То же название, что и у ручья, вдоль которого мы шли в начале похода. Вид с этого подъема в сторону, откуда мы пришли. Поднялись еще выше. Вышли к небольшому уединенному монастырю Вифлеемских сестер. Монастырь отгорожен от дороги вот таким забором. Установлены таблички с просьбой соблюдать тишину. Магазин, где продается продукция монастыря, предметы религиозного содержания. Подошли к церкви монастыря. Церковь наполовину заглублена в скалу. Ее построили несколько католических монахов, поселившихся здесь в 1967 году. В 2005 году, перед своей смертью, их руководитель обратился к монашескому сообществу Вифлеемских сестер, возникшему сравнительно недавно, с просьбой принять это место в качестве обители или лавры. Спустились в помещение церкви. Иконы слева и справа от алтаря. Центральная часть алтаря. Лавра и ее церковь находятся недалеко от поселения Харарит. Поселение Харарит, в переводе с еврита «Гористое», было основано в 1980 году евреями-приверженцами транссидентальной медитации, так пишут в интернете. Они занимаются этим дважды в день, по 20 минут, повторяя мантры, которые им дает учитель данной практики. Те, кто хочет поселиться здесь, также должны быть приверженцами этой восточной практики. Недалеко от Харарит табличка «Лавра Нетафа», в церкви которой мы только что были. Нетафа – это название горы. Монахи не идут от Харарит к лавре. Панорама, открывающаяся в южном направлении с видовой площадки поселения Харарит. Дома в поселении Харарит Этот дом построен с использованием соотношений золотого сечения. Одно из убежищ поселения Харарит на случай обстрела ракетами. Памятный камень в честь Морриса Эттингера из Сиднея, Австралия, который сделал взнос, позволивший обустроить это место в Харарит. Продолжение следует...